друзья и снова всем привет следующее видео продолжение honda стабагон не забываем подписаться на канал поставить лайк ну и конечно же конечно поддержать канал всем огромное спасибо за поддержку то что пишите комментарии хейтером тоже привет вот в том видео я сказал да то что он как бы озвучил свое мнение то что низкий автомобиль я бы себе не купил но если бы у меня позволяла моя зарплата и лично себе да вот лично мне было бы у меня пользование два автомобиля чтобы я выбрал из минивэнов я бы выбрал себе степа причем мне нравится белый очень нравится белый цвет и очень нравится эта комплектация это семнадцатый год стоит он один миллион пятьсот пятнадцать тысяч рублей на данном автомобиле установлена зимняя резина штатное литье можно конечно об этом не говорить но у меня уже знаете как это как она автоматом идет мне нравится его шикарный внешний вид посмотрите вот у нас стоит два рядом два автомобиля белый черный ну белый прям не могу тащусь и по такому автомобилю очень уж мне нравится и вы посмотрите просто вода какие японцы молодцы что не такое вот придумали итак багажное отделение третий ряд сидений прячется в пол ровно в пол стелим сюда коврик и никто не знает то что у нас здесь есть третий ряд сидений рюкзак наверно кому-то в подарок пойдет с автомобилем до эти как все просто удобно рюкзак спрятали собственно сейчас вам покажу о чем я хотел вам показать туда об об идите специально что припачкалась видели место сколько зачем здесь 1 2 3 подстаканник ахизма с этой стороны 2 ладно диодная подсветочка розетка на 12 вольт но хоть хоть с этой стороны розетку не придумали хотя наверное все таки было бы полезно дуички ручки подогрев стекла стекло не открывается хотел сказать открывается также смотрите можно закрыться можно открыться и немногие догадаются что ручка открывания двери вот здесь есть вот такая кнопочка дверь у нас открылась вот сейчас будут писать не работать не с первого раза все работает с первого раза все не надо также реально очень очень удобно видели да сколько места сзади опять этот немножко на снимается до его можно взять постирать вместо видели я думаю видели внимание вы посмотрите сколько в этом автомобиле место я на третьем ряду сидел мне было комфортно я сейчас сел на второй ряд сидений подлокотники шторочки все как мы любим да ребят . управление столик проход на первый ряд сидений но он нам он нам не нужен вот так ну что надо наверно посмотреть по трансформации показать вам ну вы знаете то же самое я могу ошибаться но я думаю не ошибаюсь тоже матрасик положить все будет отлично у нас с вами здесь она как-то попроще да вот именно в плане двигать даже даже ребенок справится но и опять же можем зафиксировать абсолютно любом вообще в любом положении также и так для второго ряда сидений подлокотники понятно я сказал небольшой небольшой есть подстаканничек все больше здесь ничего нет в предыдущем каком-то видео я говорил да то что автомобиль что-то вот здесь лежала знаете для чего это было так по моему никто не отписался в комментариях фиксатор сидушки чтоб она не ездила до конца вперед мотор здесь полтора литра по моему 150 лошадиных сил турбовый это ему за глаза реально он едет вот степ едет я гонял его вот недавно был там недели еще не прошло забирал его с уссурийский в том году я забирал с уссурийский степ вагон реально едет машина здесь тоже так интересно сделано под дерево торпеда на практически вот ровненькая да давайте сядем посидим сядем посидим отдохнем тоже место очень много я сел с первого раза автомобиль садится садится реально удобно подстакане там по моему подсветку нужно быть да есть подсветка здесь у нас куча нишу в дверных картах раз подстаканник два три четыре тканевая вставка идет бардачок дуйте вот такого плана дополнительное зеркало подушки там подушка у нас хонда любит подушки и у хонды ой как любят подушки взрываться то вы просто не представляете как столик розетка подогрева сидений климат варик единственное его знаете им сейчас сейчас покажу такой как не знаю можно назвать это недостатка вот эти машинки начинают загонять на рынок там тоже что-то подогнали в плане рынок не стоит но опять же там как многие пишут до вас автомобили стоят там по два года ничего подобного ничего подобного хочу хотел показать там господи уже забыл стандарт вперед-назад вверх-вниз все то же самое что у водителя только добавляется у нас складывание зеркал 4 стекла подъемника тот же самый подстаканник ну и здесь ой понеслось у нас понеслось антиюз датчик при столкновении электродверь полный мультируль полнее уже некуда управление менюшкой музыка круиз-контроль так 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 я вспомнил что он хотел сказать многие могут сесть в автомобиль и не сразу найти кнопку включения до автомобиля ищут здесь 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 кстати на сирене я тоже не уделил этому внимание она вот здесь вот но это мелочи к этой мелочи быстро привыкаешь руль вверх-вниз по вылету тоже регулируется тоже очень удобно спидометр сведен вот пожалуйста здесь перед нами все четко ясно удобно и доступно такого плана идет два бардачка по месту о я скажу все клёво ну мне нравится стоп-багон реально ребят мне этот автомобиль очень нравится был как-то бум прям на эти автомобили этом рынок и разрекламировали вот ну и как бы он пришелся реально пришелся людям по вкусу но опять же ценник да как все хотят я хочу там максималки с небольшим пробегом но это это 1617 да когда людям озвучиваешь такой ценник а не ох я там на дроме видел за 1 и 2 стоп-вагон там или вообще за миллион недавно все звонок стоп-вагон за миллион говорю одежь его взять то стоп-вагон за миллион вот там есть игру где есть кит скиньте ссылку и мне скидывают ссылку с авито авито у нас не актуальный сайт я ничего против не хочу сказать против авито но вот мне скидывают объявления на проверку автомобиля я звоню я блин разобраться вот не могу объясните мне кто знает в чем прикол я знаю что это развод продается до машина продается когда посмотреть завтра послезавтра там хорошо допустим сегодня можно посмотреть ну по другому явлению да можно посмотреть где машина находится там ворчал спрашивают вы откуда я говорю с владивостоком они говорят а машина находится в артеме я говорю так я вот сейчас в артеме нахожусь проездом давайте сейчас поеду там посмотрю подъеду посмотрю ваш автомобиль да тут все человек кладет трубку либо я там сегодня не могу и так продолжается постоянно я не знаю чем прикол денег никто не просит на обычно просят нам какие-то задатки муж они сами ждут да пока пока им предложат за надо короче говоря мое мнение то что авито это развод авито автору поэтому ребят все автомобили есть на дроме куда были такие автомобили которые скидывали на проверку совета но они все дублировались по дрому я учусь продавцами тоже хожу говорю вот все авито 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 и ну как бы люди хотят попробовать давать объявление на авито вот нереально большая магнитола реально крутая здоровая магнитола климат кондиционер подогрев ушей зеркал все есть ребят вот зеркальце там боковинку видно вот в общем вот такой вот вот такой вот стабаган клёвый семнадцатый год за 1 миллион пятьсот пятнадцать тысяч рублей так вот про стабаган вам рассказал в красу да вот чтобы 5 надолго не затягивать вовсе четырнадцатый год миллион двести тридцать пять не озвучили стоимость автомобиля это тоже гибридная версия не тоже просто это говорю гибриды штатное литье летняя резина повторитель бесключевой доступ ветровики так далее немножко на звонок я прервался сбился да вот немножко что хотел сказать и так есть передний привод гибрид есть передний привод 2 литра гибрид идет 18 есть автомобили 4 вд также как и в свежем кузове до сиденья у нас крепятся сверху багажное отделение на две части не знаю только пришло что ли все как-то не подготовленный такой автомобиль честно я думал вам показывать грязный салон если честно ребят посмотрите да сейчас второй раз сиденье подвину до конца прикиньте скоб представьте просто сколько здесь место там такой же у него салончик как и свежая гуру там особо могут ничего не поменялось все как было так оно и осталось дверь трк гудок этот пробег 128 бывает автомобиля здесь зарядка идет беспроводная да все друзья то же самое вот ну что он здесь еще рассказать стоимость таких автомобилей ну миллион двести тридцать пять наверное категория начинается до от миллиона двухсот но как видите пробег будет в районе 130 тысяч и однозначно однозначно здесь будут какие-то такие но нюансы по кузов да то есть если прям склёвый хороший он конечно будет стоить он конечно будет стоить подороже вот второе видео у нас получилось вы знаете что я очень хотел показать вот все таки сейчас вернуться немножко как стоп ваганом да они есть вот читаем сейчас раз два три 4 5 шесть шесть раз два три 4 5 шесть 7 то есть 6 6 местный есть 7 мест здесь видите у нас второе сидение он идет сплошной диваном здесь все то же самое тоже это кому-то важный кому-то принципиальный момент до 1 2 3 4 5 6 7 либо 7 либо 6 человек мы посадим я смотрю у этого тоже довольно неплохое состояние по салончику да есть конечно нюансики но автомобили не новые да еще вот кстати уделить немножко теме вот это вот но тоже наверное такая отдельная тема для разговора ребят вот он стоит автомобиль вот он клёвый шикарный на видео он весь блестит светится крутится но вы должны понимать что вы приобретаете не новые автомобили он не салона не завода с японии автомобиль ездил по японии и ну как ни крути какие-то там я не знаю мелкие дефекты в плане маленькие киты возможно знаете сколы там царапины они будут от этого никуда не деться меня недавно вообще убила история подобрали автомобиль человеку я не помню с какого он города это подбирали ему автомобиль он подбирал девушки облазили весь рынок изначально встретились обговорили все пара ну как бы ладно неважно тут приходит мне смс к ржавый говорит автомобиль я говорю где шум ржавый ребят но блин это бред я сейчас конечно попытаюсь порыться в телефоне посмотреть фотографии мне приходит фотография я вот не поленюсь покажу вам сейчас сейчас найду на ком автомобиле показать посмотрите я не поленился нашел да короче приходит мне фотография стойки и вот этого болта вот это вот и не говорят то что это ржавая машина ну блин я если честно было как бы немножечко немножечко удивлен я постараюсь я не знаю сейчас висит у вас эта фотография или нет потому что я не уверен что вам не сохранилось но я постараюсь его найти короче это надолго походу будем сегодня ночевать на рынке да ладно сами поставили машину не там где надо вот ну что на сегодня тоже будем заканчивать не забываем подписаться обязательно там что-нибудь прокомментировать вот и все таки все таки будет у нас еще наверное и третья и четвертая серия ребята встали здесь надолго